Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слово Благодати, дает возможность Библии говорить. Пастор Алексей, говоря о десяти заповедях, какой в них смысл, если никто их не соблюдает? Очень интересно сказано, никто их не соблюдает. В каком-то смысле да, в действительности никто из людей не исполнил все заповеди в полноте и в совершенстве. Тем не менее, десять заповедей играют колоссальную роль и не только в иудаизме, и не только в христианстве, но и в человеческой цивилизации вообще. Для этого есть несколько причин. Дело в том, что Божий закон, частью которого является «десять заповедей», отражает очень важную реальность Бога по отношению к людям. Мы знаем, что существуют законы природы, которые также исходят из Бога, или Бог является их законодателем. Согласно им, функционирует абсолютно все во Вселенной, время, пространство, материя, энергия, все подчинено очень строгим законам, строжайшим законам, автором которых является, безусловно, Бог, который все это создал. Но есть другая категория законов, которая называется нравственные или моральные законы, и эти законы, они управляют или регулируют жизнедеятельность тех объектов, которые имеют волю, которые являются личностями. Это, безусловно, люди прежде всего. Конечно, ангелов тоже можно отнести к этой категории, но это немножко другая сфера. Так вот, регулируя жизнь людей, Бог дал свой закон, и этот закон имеет несколько граней. Первая грань – это законы, которые связаны или они характеризуются личностью Бога, или природой Бога. Эти законы, они регулируют отношение людей к Богу. Так как Бог не изменен, то эти законы также никогда не изменяются. К этим законам относятся несколько ключевых заповедей, часть которых выражена, конечно же, в десяти заповедях. Например, заповедь о том, что Бог един. То есть нет другого Бога, не существует другого Бога. Бог абсолютен, и Он является источником всего существующего, всего того, что было сотворено, и поэтому Бог един. Или же другая заповедь, которая говорит о том, что Бога нужно любить. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою. Или еще одна заповедь, которую мы встречаем в целом ряде мест священного писания. «Бойся Господа и заповеди Его соблюдай», то есть о важности страха Божьего. Все эти заповеди, они, безусловно, регулируют отношение человека к Богу. То есть они показывают, какое же правильное отношение человека к Богу, каким должно быть отношение человека к Богу. Кроме того, есть вторая половина десяти заповедей, или точнее шесть, заключительные шесть заповедей в десяти. Эти заповеди, они говорят об отношениях людей между собой. Вот эти заповеди, они связаны, они исходят из природы людей, из того, какими были сотворены люди. Или точнее, они описывают жизнь, регулируют жизнь людей в период с их грехопадения и до момента вечности, до того, как люди будут, когда жизнь вселенной здесь на земле закончится, и люди предстанут перед Великим судом, и одни пойдут в муку вечную, и другие в радость вечную. И вот к этим заповедям относятся целый ряд заповедей, связанных с семьей, почитая отца и мать, не прелюбодействуй, связанные с частной собственностью, не кради, не пожелай того, что не твое. Эти заповеди помогают увидеть Божий замысел для человека и для их взаимоотношений. По этой причине и даны заповеди. Конечно, как и был задан вопрос, эти заповеди никто никогда полностью не исполнял. Они просто очерчивают для нас горизонт. Эти заповеди исполнил только один человек. Этого человека звали Иисус Христос. И вот исполнение им этих заповедей сделало возможным спасение каждого человека, кто верует, доверит свою жизнь ему. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.atslova.org. Благослови вас Бог!